Это не может не беспокоить инвесторов, которые уже работают на территории. Они задают власти и управляющим компаниям неприятные вопросы. А почему, собственно говоря, нам, которые уже работают на территории, тех сказочных условий, которые для вновь входящего инвестора не предоставляются? Я об этом тоже с вами поговорил. А сейчас хотел бы дать вводную моему коллеге Алексею Бобову. Готовьтесь, пожалуйста. И попросил как раз бы сконцентрироваться. Я смотрел вашу презентацию, мне очень заинтриговало, что вы расскажете экспертному сообществу с точки зрения тех факторов размещения, как инвестор выбирает территорию, какие у него запросы, какие у него хотелки, на чем бы он хотел остановиться и на чем он в конечном итоге договаривался. Так что просьба поставить презентацию Алексея, вам слово. Это будет у нас такая ввод в тему. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Здравствуйте. Я представляю Национальную ассоциацию агентств инвестиций и развития. И сегодня хотел бы рассказать, какие основные шесть региональных стратегий существуют по работе с инвесторами. Ну и плюс указать 10 причин выбора территории, когда инвестор определяется с ней. Но перед этим хотелось бы вас погрузить вообще в атмосферу, что вообще в России происходит сегодня в инвестиционном поле. Первый момент – рейтинг doing business. Россия сейчас находится на 28-м месте между двумя странами. Это Австрия и Япония. То есть это хороший достаточно показатель. В России сегодня достаточно большое количество денег лежит на депозитах. Вообще, как масса, у нас больше 28 триллионов рублей находится в банковской системе. То есть Россия накачана деньгами достаточно серьезно. В кошельках, в чулках и в карманах. Совершенно верно. Именно так. Я тут не буду еще какие-то вещи приводить. И последнее, я на чем остановлюсь, что за последние два года сформировалась такая архитектура инвестиционных возможностей в регионах российских. То есть у нас в стране больше 110 тассеров создано. Подумайте об этом, когда инвестору предлагаете свою уникальную зону тассер. То есть она на самом деле не такая уникальная. Их больше 110 уже. То же самое касается особых экономических зон. То есть у нас появился свободный зон Владивосток, свободный порт Владивосток. У нас Крым появился как отдельная экономическая зона. Ну и те существующие зоны Алабуга, Дубного, Ульяновск и так далее, которые в принципе тоже достаточно успешно развиваются и конкуренцию составляют на этом рынке. Что касается стратегии, стратегии, какие регионы сегодня предъявляют относительно рейтинга. Есть нацрейтинг между регионами, где все соревнуются. Так вот, стратегии совершенно разные у всех. И если мы говорим про город Москва, который сегодня находится на первой строчке нацрейтинга по инвестору привлекательности, то сам город не привлекает инвесторов, ну как отдельные функции, в такой не стоит задачи. То есть город в основном занимается таким регулированием в режиме светофора. Когда кому-то зеленый свет, кому-то красный и так далее. И главное, на чем сосредоточено сейчас агентство инвестиций Москвы, то есть это по сути упаковка вовсетные контракты своего рынка. Объясню коротко, что это. То есть если мы говорим о городе Москве как о такой главной точке потребления всего, что вообще в России потребляется, то есть процентов 30-40 в стране потребляет город Москва. И вот город Москва это решил использовать как конкурентное преимущество. Допустим, берем рынок фармы, они заключают офсетный контракт, гарантируют на 10 лет, что будут покупать на 10 миллиардов и больше фармацевтических препаратов. И взамен этого инвестор строит новый завод в Москве. Что касается второй стратегии Татарстан. То есть Татарстан сделал ставку на то, что Россия как страна большая не позиционируется во внешнем мире с точки зрения привлечения инвесторов. И Татарстан это такая точка входа в Россию. То есть если вы окажетесь на выставке где-то за границей, вы увидите стенд Татарстана, где написано, что мы Россия. Больше из регионов других, к сожалению, мало кто имеет такое широкое представительство из других странах. И вот мне очень понравилось в одном из отчетов, когда Татарстан отчитывается, что наша деятельность оплачена больше 2-3 стран мира. То есть больше 150 стран, в которых деятельность эта прослеживается. Ну и плюс активная позиция главы региона, который совершает не менее 40 зарубежных поездок в год. Представляете, какой-то трафик, какая-то подготовка, какой-то переговорный темп, в котором живет регион. Третья стратегия, мы ее так назвали челночные переговоры, это когда главный аргумент это губернатор. И губернатор, появляется любая зацепка за инвестора, он летит в любую точку мира. И своим авторитетом пытается убедить инвесторов договориться. Вот таких регионов их несколько, на самом деле. Не буду останавливаться. И еще три стратегии. То есть это Тюмень, третья строчка в рейтинге. Здесь акцент больше был сделан как раз-таки на внутренних клиентов. Я считаю, благодаря чему первое место было в рейтинге в 2018 году. И любой проект, который в регионе рождается, даже если он по стоимости миллион рублей, это важный проект для региона. И таких проектов набралось почти уже 700 штук. Следующая стратегия это Челябинск. Его сейчас в рамках реализации нацпроекта очень активно пиарят. И Минэк хвалит, что это одна из лучших систем. То есть по сути, что это такое? В каждом регионе существует порядка 10 институтов развития. То есть это микрофинансовая организация, инвестагентство и так далее. Так вот в Челябинске создали, знаете, как в банках приходишь и ты встречаешь клиентского менеджера, который тебе может кредитку оформить, депозит сделать, валюту поменять и так далее. Фронт офис, да? Да, фронт офис. Так вот, система персональных менеджеров, это такой пример яркий, как это можно сделать из 10 институтов развития, чтобы один человек встречал бизнес и рассказывал о всем, чем государство может помочь. Ну и шестая функция, это порядка 20-30 регионов еще придерживаются. Чисто функционально, номинально создается организация, работает 5-6 человек. Ну и по сути это так, для галочки, чтобы она была, что с инвесторами работать придется. А вообще, если говорить про факторы по работе с инвесторами, то сегодня 8 этих факторов, которые определяют, кто лучше, кто хуже и так далее. То есть 8 блоков привлечения, сопровождения, создания контента, работать с инвесторами, пиар, документы оборот и нормативные документы, команда региона, в целом команда вся во главе с губернатором, активность и полезность инвесторам. Я успею, да. И вот просто резюмирую. Я сегодня из Нижнего Новгорода прилетел в ситуацию. Примерно в регионах одинаковая. С точки зрения привлечения, когда в регионе 100 человек занимается работой с инвесторами, активных чистых привлеченцев в поле, кто привлекает инвесторов всего, как правило, 1 или 2 из 100 человек. Это главная боль. То есть никто об этом обычно не говорит. То есть все говорят, вот структуры созданы. Но если посмотреть функционально, кто чем занимается, то чаще всего этот блок самый провальный. То есть никто не занимается привлечением, все ждут, когда инвестор постучится, и ему все сервисы окажутся. И еще одна боль в регионах. То есть когда созданные организации, которые работают с инвесторами, соотношение их труда. То есть сколько времени они тратят на работу с инвесторами и сколько на внутреннюю борьбу, отчеты, политику и все, что происходит, с этим связано. Опять же практика показала, что это соотношение в российских регионах примерно 20 на 80. В лучшем случае. То есть 20% реально люди работают с инвесторами, а 80% занимаются только внутренней нашей кухней, любимой документ оборотом, отчетами и так далее. Ну и вот резюмируя в конце, 10 причин выбора территории, которые я считаю до сих пор, они есть. По порядку пройдусь. То есть первые ресурсы, то есть каждый регион все равно так или иначе определяет набором уникальных ресурсов, и природных, и трудовых. Второй блок это сбыт. Сегодня как ни крути, то есть не проблема построить завод, потому что деньги есть. Проблема как это все сбыть. Если вы инвестору находите возможность сбыта, то, конечно, чаще всего такой проект может появиться. Третье это инфраструктура, то, о чем в принципе сегодня все, наверное, здесь говорят. Понятно. Четвертое это стратегия инвестора. То есть все те стратегии, которые международные заходят на Россию, там межрегиональные инвесторы в основном руководствуются некой стратегией. То есть если у них есть в стратегии, что они должны идти в Сибирь, то, скорее всего, они выберут Новосибирск, одну из точек, где разместят свои производства. Пятое. Региональная команда с губернатором. Как ни странно, тоже во многих регионах большая проблема, потому что уровень муниципальный, региональный, и сам губернатор не всегда в связке работают. У кого это получается, чаще всего инвестор выбирает. Мы делали опросы, когда инвестор говорил, на уровне губернатора все губернаторы хорошие, а спускаешь на 2-3 уровня ниже специалистов, и там уже начинаются на самом деле глубокие проблемы. То есть никто не хочет уже с тобой работать. И это тоже точка принятия решения. Региональный компетенции. То есть это как исторически складывается развитие в регионе. То есть если в регионе есть автомобильная промышленность, скорее всего, будет инвестор тяготеть к этому региону, из этой отрасли. Опыт других инвесторов – это тоже важный фактор. Мы анализировали, когда бывают в регионах, там работают с десяток или нескольких десятков иностранных инвесторов. Их, как правило, не консолидирует, но они при этом такие промоутеры в свои страны. То есть они могут рассказывать о том, что в этом регионе хорошо работать. И вот некоторые у нас коллеги… Я все, это финиш. Некоторые коллеги у нас из других регионов, они умышленно тащат инвесторов, допустим, с Южной Кореи, потому что если привлекли одного южного корейца, то, соответственно, другие южнокорейцы уже начнут подтягиваться к нему. Поэтому это важный фактор. Общая активность и энергия региона. То есть подобные мероприятия, чем больше их, тем это тоже больше привлекает. Теплые рекомендации, связь с местным бизнесом, доверие. То есть это ключевая точка тоже взаимосвязи. То есть если компании какие-то занимаются продажами в регионе, скорее всего, им этот регион тоже уже интересен, и они приходят. Ну и последнее тоже, что это преференция экономики. Потому что еще раз, у нас очень много сейчас создано всяких референциальных режимов, тассеры, особоэкономические зоны и так далее. Ну и вот тоже всем на заметку, мы запустили телеграм-канал инвестор-проектов в России. У нас примерно в месяц 114 проектов в России анонсируются инвестиционных с суммарным объемом инвестиций около одного, больше одного триллиона рублей каждый месяц. Мы уже два месяца ведем. Вы можете это тоже посмотреть. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Можно предыдущий слайд ваш? Огромное вам спасибо за такую, я думаю, серьезную, вводную, с вызовами, с интригой. Мы сейчас, я думаю, начнем как раз обмен мнений по этому тему. Алексей, у меня такой вопрос. Вы какие можете, ну скажем, ранги, что ли, проставить вот этим, давайте так объяснить, 10-ти кружочкам, на ваш взгляд? Вот они выстроены в какой-то определенной приоритизации или это просто как ход изложения мысли шла? Знаете, есть такое слово «энергентность», когда система не может существовать без какого-то элемента одного. Понятно, что это взаимосвязь. Я всегда говорю, инвестор приходит в какое-то здание, охранник его обхайл. Вопрос, система хорошо работает? Может быть, там все хорошо работает. А вот этот охранник, он сбойнул всю систему. Поэтому это все в куче работает. Это взаимосвязанный фактор. Но я имею в виду, даже взаимосвязанным фактором можно придать определенные веса. Ну то есть, например, какие-то критически важные для инвестора. Ну вот, например, ну скажем, опыт других инвесторов или так называемая, ну скажем, диаспора. Я знаю по азиатским народам, у них вот эта вот культура доверия к тому, что он вражал, она очень сильна. Может быть, даже не присуща в какой-то степени как бы европейцам. Кому-то, ну я так понимаю, региональная команда, с губернатором, или может быть, ставка на губернаторскую команду, она скорее важна для крупных, серьезных проектов, где, собственно, зависит напрямую от сказанного слова, да, и каких-то гарантий входа в регион, там, и все такое прочее. Вот. Какие вы можете, например, на там веса поставить? Я, вы знаете, сейчас вот можно говорить, знаете, там, hard skills, да, и soft skills, да, там, твердые и мягкие вот эти компетенции, да. Ну не все понимают значение этих слов. Да, то есть твердые, понятно, там, ресурсы, но вы на это повлиять не можете, да, то есть то, что есть в регионе, там, компетенции, то, что вот исторические словы... Первое и третье, я так понимаю, да, ресурсы, инфраструктура. Это железные. Да, 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 то есть это то, что все, то, что сейчас soft, вот это факторы, да, которые мягкие, да, считаются, то есть, то есть с одной стороны, их очень сложно пощупать, да, но это вот как раз вот ощущение инвестора, когда он, ну там, если мечется между двумя подобными регионами, скорее всего, он выберет тот регион, где вот эти мягкие навыки, да, скиллы, да, там, наиболее такие, не знаю, подходящие, и это все окажет влияние на его принятие решения, то есть, а так весы расставить, ну, сложно, правда. Я согласен, вот эти, скажем так, компетенции и командная синергия, она достаточно сложно считается, измеряется, но в свое время, как, да, сейчас одному слову, как инвесторщики пытались посчитать, имеет ли значение автомобиль, на котором представители, представители, по-моему, да, представительские, а, встретили, да, да, гостеприимство и тот же самый, например, лицо, представляющее интересы, как оно выглядит и на чем оно приезжает, влияет ли это на итог переговоров, а если влияет, то как, да, то есть здесь даже вот были разночтения, да, как бы в этом плане, вот, но это действительно и посчитать сложно, но я поддерживаю этот тезис, скорее всего, если по железной инфраструктуре и по ресурсам это данность региона, на которую сложно повлиять, можно только исчерпать или загубить, скажем, инфраструктуру, то все остальное, вот это вот самое неощутимое, которое иногда даже сложно объяснить словами, оно где-то там на уровне подсознания, близости, доверия, да, это же все как бы человеческие чувства, оказывает существенное влияние при выборе того, с кем я собираюсь работать в ближайшие там. И чем заметьте, что вот этих мягких факторов больше, чем железные. Да, очень приятно, мы на самом деле с Алексеем познакомились, вот получается, вот только сейчас я увидел презентацию, там вставка про Татарстан, она нисколько не заказная, я не знал, но это точно, вам двойное спасибо, что называется в этом плане, да, очень интересно, что вы выделили даже стратегии некоторых регионов, в которых подметили особенности фишки, да, ну, право говоря, да, у нас, в принципе, если честно, отлучать, то привлечением президентов она занимается только президентом. Все остальное, это обеспечивающие... Ну, по-моему, что Татарстана, я умышленно не сказал ваш бюджет, вот, на Крома, который есть, да, его и далеко не все регионы могут себе позволить, ну, как бы, я его знаю, но он неофициальный. Хорошо. Так, ну, я хотел бы предоставить следующее слово Елене Гоголевне. Можно вопрос? А, да, прошу, прошу. Летит на ума. Мы хотели, чтобы выступающие по возможности поделились своим алгоритмом работы, а что под этим подразумевается, этапы работы с инвесторами, как вы их ищите, тортпредство, электронные почты, база какая-то, как вы ее формируете, и тот этап, где вы продаете, на каком этапе вы продаете, имеется в виду, что вы встреча 20-е, 10-е, к чему вы стремитесь, вот какой-то алгоритм вы его обрабатываете. А сколько времени есть? Вот эти вопросы мы как раз адресуем представителям управляющих компаний парков и агентствам инвесторного развития. Я просто сам исторически, я был руководителем в двух регионах по привлечению инвесторов, я могу много рассказать про это всего. Вот вкратце, да. Вкратце, на самом деле, три типа клиентов есть, да, последние клиенты, есть сейчас региональные, межрегиональные, да, инвесторы российские и международные инвесторы. Плюс мы всегда использовали четвертая сила, это агенты бизнеса, то есть те, кто, ну, имеют какие-то коммуникации, да, там, в сфере инвестиций. Сейчас, ну, тема, там, просто мертвых рассылок, да, она, как бы, не работает, да. Самый действенный способ, это работа, ну, выход по теплым контактам, мы пришли к этому, да, там, через местный бизнес. То есть если местный бизнес у вас работает, продает, допустим, там, не знаю, какую-то продукцию, там, международных компаний, там, а-ля БАСФ, БАЕР, там, еще что-то, да, чаще всего эти компании имеют прямую связь, там, даже с руководителями этих компаний. Ну, так, так, так получается. И это обеспечивает вот эту теплоту контактов. Вот, это, как бы, первый фактор. Рекомендации людей, которым уже доверяют. Конечно, да, то есть, по-теплому. Я всегда говорю, там, не внушайтесь, вот, там, Амвэй, да, есть, там, которые, когда, там, приходят, они, да, там, презентацию делают, и потом говорят, слушайте, автосоветуйте, там, трех друзей ваших, да. Рекомендация программа. Там, там, отдельно, там, можно, там, 10 приемов назвать, как внутренних инвесторов, да, там, активизировать. Там, как раз, момент доверия, потому что чаще всего местный бизнес не доверяет власти, да. Как это преодолеть, но подумайте, что вы дали за последнее время этому бизнесу, да, потому что чаще всего государство все время берет, да, налоги, елки, да, там, сейчас пойдут. Новогодние подарки. Новогодние подарки, да, там, а потом, когда задачу иногда там ставят, да, местным ребятам, что, слушайте, а давайте местным бизнес-карту вовлечем, на что делают власти. Они пишут письмо, да, говорят, слушайте, у тебя есть инвест-проект, ну, так, в лоб сразу. Вот, то есть подумайте, что вы можете сами дать и формируйте доверие. Тогда у вас появится связь, и возможно, что вот эти инвесторы дадут вам какой-то результат. Ну, а так, много приемов. Будьте уверены, что те декларационные моменты, которые озвучивает власть, грамотный инвестор всегда перепроверит у своего доверенного круга, у тех же самых инвесторов, у местного бизнеса, да, или у того, у кого как бы он способен. В принципе, вы Алексея, я думаю, запомнили. Алексей после нашего мероприятия никуда не денется. В принципе, может быть, задать ему вопросы процедурные, да, не денется ли это, Алексей? Конечно, конечно. Спасибо. Так, а слово я передаю Елене Боголевой. Помимо... Один интересный вопрос можно? А вот эти все презентации можно здесь скачать? Они будут на сайте мероприятия. Чтобы не подобрать. Да, да, да. Елена, вам слово. Спасибо, Сергей. Ну, я как раз тоже хотела начать с того, что выбор, по крайней мере, внешним инвесторам начинается с выбора региона. И здесь как раз, наверное, для восточной части страны в меньшей степени характерна конкуренция между регионами, а в большей степени экономическая специализация. И, конечно, оценивая все эти пастыры, жесткие и мягкие, конечно, здесь уже далее мы работаем с тем инвестором, который так или иначе использует факторы выборов. Я не буду останавливаться, я все подробно рассказала. Если говорить про Новосибирскую область, нам повезло, конечно, об этом тоже много говорили. Не буду останавливаться. Наличие развитой системы площадок — это только один из факторов на самом-то деле. Это дополнительное преимущество. В Новосибирской области экономика характеризуется диверсификацией. У нас, нам повезло в плане выгодного положения, пересечения транспортных коммуникаций. И не секрет, что многие компании первым регионом, когда в стратегии развития за Урал приходят, выбирают Новосибирск. И задача, соответственно, региона — нам помочь максимально эффективно и быстро эти проекты реализовать. Ну и, естественно, наш инновационный потенциал кадровый. И, соответственно, площадки в регионе, если говорить о бюджетных структурном обеспечении, они идут вдогонку из-за специализации. Соответственно, как те проекты, которые у нас есть, мы создаем и развиваем площадки. Так кратко. Здесь кратко те, которые представлены сегодня у нас в Сибирской области. Да, две территории у нас СССР, парки индустриальные, частные, и государственные. Два таких-два таких сертифицированных. Ну и целый спектр различных площадок, которые... Хочется сказать два слова о роли агентства. Кто-то должен этим хозяйством управлять и координировать. И у нас в регионе, это наше агентство, и здесь я хочу отметить, что мы одинаково работаем со всеми регистрами, какую площадку он не вызвал. Идется регистр, ведется аналитика ресурсов обеспечения этих площадок и индивидуальный подход под запросы. Очень условно, вот так я разделила на шесть категорий, которые сегодня у нас в регионе. Ну, СССР и сказали. В госплощадке еще остался, скажем так, нераспределенный земельный фонд, который не относится к организованным площадкам. И с такими мы тоже работаем. Есть механизмы, соответственно, через масштабные проекты, предоставления. Частные площадки, которых много в регионе. Ну, и, конечно, инвестраильные парки. Если кратко сказать, конечно, по сроку предоставления парки однозначно выигрывают. Но ПРТ, наш такой крупный флагманский проект в регионе, это государственный парк, но земля передана в управляющую компанию. И это дает преимущество управляющей компании как можно быстрее заключать эти контракты. В частных парках, понятно, тоже. Но, опять же, мы с ними здесь внутри региона не конкурентны, потому что частные парки у нас Папа Браункинды, а государственные, соответственно, грезиденты. Если говорить про Кассеры, то в части как раз оформления, ну, мы немножко здесь отстаем от парков, потому что, во-первых, уходит определенное время на подготовку к земле и на саму процедуру получения статуса президента. То есть, вот к вопросу, какие факторы важны при выборе инвестора. Что хочется сказать, что для разного инвестора будут актуальны разные факторы. Для кого-то, например, срок получения земли будет неважно. Ну, например, сейчас очень активно развиваются септогретоны в торговле, и, соответственно, компании развивают эту логистику. Сейчас к нам тоже в регион заходят эти компании и рассматривают возможность создания своей логистической инфраструктуры. Для них не столь важен срок, но для них важна будет преференция Кассера в части как раз леготирования социальных взносов, поскольку это проекты с большим числом рабочих мест, и для них вот это вот для них важно. Для, допустим, у нас... Извиняюсь, вы же про ХАБы говорите, да? Про автовосвестный центр федеральных игроков электронной коммерции, и, по-моему, вот этого всего. Причем, знаете, тут еще и опыт показал, что некоторые из них могут строить эти объекты сами, некоторые могут использовать профессиональных игроков по предоставлению недвижимости. В основном никто уже не строит сам. Ну, по нашему опыту.